Музыка Всем привет! Мы стоим на остановке, чтобы ехать в университет. Он уже приехал в наш автобус. Мы готовы, мы уже хотим, чтобы все быстрее закончилось. Желайте нам удачи, мы выйдем и расскажем вам все. Все, мы написали наш экзамен. Ух, это было весело, потому что у нас все практически выходили в туалет, но, естественно, не выходили по нуждам. И вот этот тоже списывал. Но я тоже немножко списала, но я думаю, что мы сдали. Должно быть все в порядке. Но нас даже если мы вдруг каким-то чудом завалим, то наш прошлый экзамен нас вытянет, потому что мы его нормально написали. Так что все, мы довольны с чистой совестью, с облегченной вообще душой. Потому что этот камень экзаменный висел над нами две недели. И теперь мы спокойны. Все, теперь важно спокойно гулять и ехать домой. Мы покидаем чудный городок Сабадель. Это наш последний раз здесь. Возможно, что когда-то мы здесь будем? Да приедем и сюда диплом защитим. А, точно. А пока Сабадель? Пока, пока. Мы едем в Барселону. Фу, наш финальный заезд. Да, мы только что ходили, распечатывали билеты. Потому что мы начитались ужасом про венгерскую компанию Визаэр. Там люди жалуются, что они прям чуть ли не буквально сантиметр ходят и не проверяют размеры багажа. И проверяют, то есть размеры багажа. И даже есть такие отзывы, что на билете написано, на электронном билете, в телефоне написано, что электронный билет, он бягит. А когда люди приходят в аэропорт, им говорят, что нужно было распечатать и регистрация заново в аэропорту стоит 40 евро. Поэтому мы решили не рисковать, распечатывали билеты. Кстати, мы летим авиакомпанией, у нас сначала Войлинг, у нас рейс до Ганновера, а потом у нас Визаэр. И еще вам совет. Дай. Еще совет тем, кто летает РНР, обязательно, обязательно зачекиньтесь перед рейсом. Это можно сделать у них на сайте, там зайти, ввести ваш код регистрации и выбрать себе место. Потому что если вы этого не сделаете до полета, то они за регистрацию в аэропорту снимают, снимут с вас 50 евро с человека. Мы знаем людей, которые попались на эту уточку. И вообще, если вы летаете лоукостами, то обязательно зарегистрироваться онлайн за неделю, минимум за неделю. Да, не забывайте. А еще у нас для вас хорошая новость. Мы хотели отблагодарить наших подписчиков, которые очень активно пишут нам комментарии, ставят лайки. Мы бы хотели их отблагодарить, и поэтому мы в последний наш день в Барселоне купим нашим близким сувенир. И отправим нашим подписчикам активным. По крайней мере, постараемся очень сильно отправить всем. Потому что в Россию я не знаю, как отправить пока что. Но думаю, что мы найдем выход и обязательно отправим. Поэтому смотрите ниже под видео в описании. Ищите себя. Если вы там есть, пожалуйста, на наш email, мы тоже его напишем, отправьте свой адрес. Если вы в Украину, то отправьте отделение новой почты, на которое вам прислать ваш подарочек. Сейчас идем в Украину, едем в Барселону, и знаете, такое непривычное чувство. Мы едем абсолютно спокойно в Украине, не учим уроки, не думаем ни о чем. Не думаем о том, что нужно было, наверное, остаться дома, поучиться. В общем, мне грызет совесть. Круто! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы ему купили, в общем, бакалау. Это портуальская рыбка, да. Хочет приготовить. И мы ее нашли и купили. Мы уже купили подарочки, но мы вам не покажем, что. Не показываем. Прогулялись мы по Барселоне, сделали здесь все свои дела, и завтра будем уезжать. Да, на мой. И радостная десть. Но ничего, мы скоро вернемся. Обязательно. Мы собираем чемоданы. Вот наш один чемодан. И вон уже готовый, стоит второй чемодан. И вон наша ручная кладь. Кстати, с ручной кладью, я не знаю, я так переживаю, потому что мы летим визеером, и там вроде как нельзя много брать ручную кладь. Там даже, мало того, там не подходят стандартные сумки, которые обычно везде проходят как ручная кладь. А там нужная маленькая. И если я не ошибаюсь, там размеры что-то типа 30 на 20, вообще маленькие. И в общем, я теперь переживаю, чтобы мы прошли. Я положила в эту ручную кладь очень много одежды, чтобы больше там свитера всякие. Чтобы, если что, мы просто все оденем на себя, чтобы не платить за ручную кладь. Потому что там штраф или доплата вроде как 10 евро, а может и больше. В аэропорту может и больше. Все. Мы занимаемся упаковкой чемоданов. У нас уже один чемодан 23 килограмма, и этот маленький, поменьше, который 22. Но я еще не все сложила. Надеюсь, мы влезем. Иначе придется что-то выбрасывать. Мы уже даже успели с друзьяшками посидеть. Они нас провели сладостями. Они нам кучу всего сладкого принесли. Посидели, пообщались. И они завтра нас проведут даже в аэропорт. Мы уже на чемоданах. Собрали. Все вроде как поместилось. Надеемся, что нас пропустят. У нас же две пересадки. Точнее, одна пересадка. Надеемся, что нас пропустят здесь в Испании и в Германии. Мы будем ложиться спать. Потому что завтра очень рано вставать нам. Спасибо, что нас смотрите. Не забудьте написать нам на мейл свой адрес. Ждите подарочка. Всем пока. Хорошего дня.